И я считаю, что Сталин преступник. Сталином были подписаны огромное количество за его подписью просто расстрельных списков и решений, в частности, вот о подобных депортациях. Поэтому никакого другого решения по Сталину быть не может. Запрет смерти Сталина – это типичная подсознательная обмолвка по Фрейду. Запрещая смерть Сталина, Путин пытается отменить собственный неизбежный финал в луже мочи, полном одиночестве и атмосфере фальшивого поклонения, скрывающей всеобщее недоверие и страх среди ненавидящих друг друга и его в глубине души халуев, ни один из которых не придет на помощь. Вот и вырисовывается цель-то в себе. Не про Сталина история. Про нас сейчас. Вы знаете, такого священника, отец Сергий Орлов, он говорил, что участвовал в революции. Да. И вы сказали, что он причащал партийную элиту. Да. И в том числе Сталина. Да. Возвращаясь к тому замечанию, каков злодей? Почему злодея сегодня в России так чтут? Вы серьезно меня спрашиваете? Да, не только для себя. Ну давайте. Этот вопрос задают очень и очень многие. Ну давайте я вам только... Люди, которые его не знали, которые при нем не жили, которые никогда в живем его не видели. И когда еще здесь я служил, здесь служил отец Сергий Орлов, потомственный священник. Он увлекся революционными событиями и даже был в революционных кругах довольно известным видным человеком. Он даже курил в Западную Сибирь по агрономии в одно время. И когда я упомянул в то время Ульянова Владимировича, он сказал, а кто это такой? Это никто. Я был в гуще революционных событиях, его никто не знал. Это свидетельство современника. Мне это всегда хочется сказать, потому что я услышал человека того времени, 1890 года рождения. Представляете? В 17-м году ему 27 лет и имел высшее образование. Вот поэтому Господь сподобил с такими людьми встречаться, и они-то освящали часто историю не так, как ее преподносят часто. Он даже причащал брата Микояна, где был связан с другими лицами. Но отец Сергий об этом никогда не говорил, потому что эти времена были таки, когда об этом не полагалось говорить. Что он даже причащал его и священник Сталина в конце жизни. Так перед причастием, ну как бы, Сталин должен был исповедоваться. Так он все-таки исповедовался, рассказал о уничтожении церкви и людей. И как относиться? Простите, простите. Да. Насчет церкви людей, я вам говорю, он был не единственным. А там? Я только что сказал про Тухачевскую, которую он расстрелял, вот как относится, 11 примеров. Но все это он не мог сделать. Его самому убили. Это известно. Так вот, времена эти, конечно, они были знаменательны тем, что у нас, когда называют этот период, говорят, советский период. Период был советский, но люди-то были царские. Но вот эти царские люди в советское время, которые, ну, наверное, и войну выиграли, и, в общем-то, так сказать, страну восстанавливали. Вот Сталин из этой категории людей? Да. Вот только, вот давайте сложим все это вместе, а? Мы находимся в крепости. Нам объявлены санкции. Мир встал против нас. Почему? Санкции из-за Крыма, из-за Донбасса? Да помилуйте, не смешите. Завтра отдадут Украине Крым и все утихомирится на Донбассе, отменят санкции. Нет, санкции не поэтому нам введены, потому что мы есть, потому что нашелся человек, который сказал, не будет однополярного мира. У нас есть свои интересы, свои права, у нас есть свои желания, у нас есть право на то, чтобы иметь свои желания и предъявлять свои права. Как так? Ребята, все так хорошо было, нормально. Один сдал ракеты, другой сказал, господи, благослови Америку. Все так хорошо шло. На пятом этаже в Белом доме здесь сидят американские консультанты. Все повалилось, все продали, все нормально. Приходится встречаться с таким противопоставлением двух фигур государя Николая Александровича и Сталина. Что это вот, что если ты почитаешь, мол, царя Николая, то ты никак не можешь уважительно относиться к Иосифу Виссарионовичу. В вашем понимании вот эти фигуры противостоящие? Они оба государственники, выражаясь своими языком. Конечно, параллель и сравнивать как-то, ну, все люди неповторимые. Незаменивые говорят, нет, есть неповторимые. Поэтому как проводить параллели? С кем имел общение Иосиф Виссарионович? Там, по-моему, насчет дворян и казаков, если казаки, то какие-то... Ну, отдельные были, Игнатьев, там... Да, нет, ну, нет, Огнатьев. А остальной кондигент был такой, что с которыми, по-моему, методы Николая II не подходили бы. Почему устали? Так, уголь закончился. Я еще возле Калятина товарища Тихонца докладывал. Где я тебе уголь возьму? Сказано было запасти дров. Так, а где ж я дров-то достал? Леса-то нету. Чем я буду? Лавками топить? Да хоть башкой своей дубовой. Ты под трибунал захотел, вражина? Людей собирайтесь, товарищ Семикс. Будут вам дрова. Товарищ Семикс. Ирод! Что ж вы делаете? Тот же сынок мой похоронен! Безбожники! Христа на вас нету! Убью! Тот же сынок! 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 Заканчивайте погрузку и едем. Через два часа должны быть в Николаеве. Лев Давидович, сядьте, мечтай делать. Поехали. Поэтому они были применены, видимо, эти методы, потому что, соответственно, по мощам елей. Ну, а можно сказать так, что Сталин в определенном смысле продолжал дело в государе, а ведь Вторая мировая война, часто говорят, что это продолжение первой. Ну, во-первых, простите, Иосиф Зеленович старался удержать остатки империи и оставить непрекрасновенность границы. Он не кончил. Нет, он кончил Сминали. Он кончил все-таки Сминали. Да, он кончил Сминали. И даже есть такая информация, что по благословению старца он внедлился в партийную минуту, чтобы завернуть эту штуку. Но не довернул. Когда я начал писать книжку о Сталине, это был 86-й год, я начал писать, мне позвонил, я говорил, один ныне очень уважаемый, ну, назовем его, журналист, и сказал, чем вы занимаетесь. Я сказал, вот я книжку о Сталине пишу. Он сказал, это для старушек. А я ему, знаете, что ответил? Когда закончу, он будет участником предвыборной кампании. Почему? Ну, вот помните, была эта демонстрация оппозиции в 95-м году, когда я закончил книгу, я вышел на улицу и увидел демонстрацию оппозиции. Впервые я увидел, над нею были портреты Сталина. Кто в ней шел? Самые разные люди. Там шли коммунисты, потому что он был больший коммунист, ну, наверное, чем все вместе взятые. Там шли монархисты, там шли, простите, националисты и фашисты, считая, что он больший националист, чем они все. Он всех в этот момент устраивал. Но самое важное и самое необходимое для понимания власти, он еще устраивает тех, чем более он популярен, он популярен не потому, что его любят, а потому что не любят то, что происходит вокруг. И вот эта часть населения, она, к сожалению, растет. И глядя на игры, ну, вот, так, ну, назовем условно куршавельские игры, они говорят одно и то же, Сталина бы на вас. Вы понимаете, что это такое? Поэтому вот это у него очень большая база ныне. И не понимать это, это необходимо понимать. Это понимание этого и есть ключ к пониманию ситуации. Поэтому, как государственник, он поступал с очень мудро. А Россия, говорит, не начинала войны, она их кончала. И поэтому в то время был этот железный занавес, когда он не пропускал ни туда, ни оттуда. Люди были все-таки другие. И у него сестра был все-таки семинарист. И все-таки никуда не денешься. И мать-то его, когда встречала, говорила, а жаль, ты все-таки не пошел в священник. И она его спрашивала. И он клялся ей, что его руки чисто от крови царя. Это есть такие сведения. То есть Сталин все-таки был верующим человеком? Это в душу человеческую один Бог знает. Но потому, как он начал все это делать, дальше разворачивать, все-таки... И вы помните, когда насчет храма Василия Блаженного, вы пересетите, он сказал, по оставь на место. А что он принял постик с именом Георгием, это шапки. Тут, знаете, не так все просто. Вот большевики, оказавшись перед смертью, так страшно себя ведут. Они готовы унижаться. Там Бухарин пишет... Ну, не все таковы. Вы знаете, не все атеисты таковы. Нет, не все. Но я говорю про массу. Царь слабый, никогда у него не было ни подполе, ничего. Но как достойно, абсолютно зная, что будет смерть, он себя ведет. Вообще, для политика, чтобы закончить, очень важна смерть. Она подчас важнее жизни. Ну, император-то был помазанник Божий. Это святой, который возглавлял Святую Русь, можно сказать. И когда... А я сподобился бывать у отца Николая Гурьянова, когда батюшки, как сказали, у нас новое правительство, он сказал, что там правительство есть, кем управлять. И когда у нас говорят, нам нужен государь, ну, государь нужны подданные. Ведь у него же были подданные, но их было так мало. А ближайшее окружение, увы, поступило неблагородно, мягко говоря. Император наш, он действительно был такой христианин с особой любовью. И он-то как раз вот именно и стал, пошел на крест, как спаситель. Вот так-то, я скажу, за всех, за всех, за свой народ пошел. И та жертва, которую он принес, конечно, она просто... А ну, если сейчас представить, это без силы Божьей невозможно. Он пошел на крест со всей семьей. Всегда все-таки своих детей как-то старается родить. А здесь он принес в жертву не только себя, и всю свою семью. Это, конечно... Это жопый подвиг. КОНЕЦ Мы будем вспоминать Россию! Нашу русскую, весливую землю! Причем, я знаю вот именно вот эту историю, некоторые вещи. Я о них часто говорю. Видимо, он благодарен этому. Что, говорит правду? Бояться! Обещаю и клянусь перед всемогущим Богом, святым Его Евангелием и животворящим крестом быть верным и неизменно преданным государству российскому, как своему Отечеству. Обещаю и клянусь служить Ему. По долгу Верховного Правителя России не щадят жизни своей, не увлекаясь ни родством, ни дружбой, ни враждой, ни коростью, но пометуя единственное о возрождении и преуспеянии государства российского. Осеняю себя хрестным знамением и целую слава и крест спасителя своего. Давайте помогать детям, помогать тем, кому, наверное, меньше всего помогают. Это детям, детям Донбасса, которые нуждаются в больницах, в лекарствах, в холодильниках, в генераторах и во многом другом. Вы можете это привести к нам на склад, нам в офис. Вы можете перечислить деньги. Сегодня важно не пройти мимо наших детей. Это наши дети. Достаточно того, что мы очень много их убиваем, не понимая, что это огромный грех. Давайте хотя бы помогать детям, которые нуждаются в помощи. Сегодня, не завтра, а сегодня. Спасибо.